шалом кто любит деньги тот ими не насытится кто любит много денег тому не будет прибытка и так пишет великий царь соломон в пятой главе книги коэлет что же он имеет ввиду один раз пророк ильяу и великий рабиешуа бен леви шли вместе как работает этот мир на чем он держится спросил цадик у пророка ильяу сказал ему я покажу тебе два места и ты все поймешь первое место был мясной магазин где продавали протухшее несвежее мясо очередь была бесконечна там они переместились другое место где был магазин со всеми свежими продуктами но людей там почти не было вот так работает этот мир но все что незначительное несущественное иногда даже протухшие гнилое люди затем бегают естественно здесь имеется в виду весы где есть богатство и наслаждение и мудрость тора и духовность когда человек ставит перед собой задачу деньги их много их еще больше такой человек не увидит благословения в этом мире для того чтобы понять смысл сказанного соломона тот кто любит деньги не насытятся ими любит много денег не будет видеть прибытка нужно привести высказывание рабиона тана исперки а вот кто живет по законам торы в бедности не оставить ее и когда разбогатеет но кому жить по торе мешало богатство в конце концов будет мешать жить по торе бедность когда всевышний видит у человека потенциал расти духовно он вкладывает него деньги знаете некая материальная инвестиция в потенциальный духовный рост если человек развивается финансово увеличивает свою материальность свой доход и думает что он такой великий крутой талантливый пусть он не входит в иллюзию всевышний вкладывать него деньги это нужно увидеть заметить вот такой человек который растет 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 для чего всевышний вкладывает но все это он хочет чтобы он использовал это для блага общества причем я сейчас не только говорю о вложениях в духовные проекты этот человек должен развивать это все открывать рабочие места относиться к этому как некому божьему плану и здесь естественно параллельно он является коспоматом или как говорят здесь банкоматом всевышнего вкладывая в него всевышний надеется что этот человек эти деньги будут вкладывать в какие-то духовные проекты или хотя бы будет жить по торе хотя бы будет учить тору но иногда на практике получается обратно человек который у него происходит жизни некие колебания такая знаете финансовая турбулентность он приходит он знает причем знает точно что если он сейчас углубится в торе всевышний даст ему шанс и когда этот шанс приходит друг это человек когда уже видит как как говорится ему поперла он вдруг говорит о сейчас у меня времени нет я сейчас занимаюсь увеличением благосостояния когда будет время я опять заиму сторой что пишет раби она там говорит когда человеку мешает богатство изучать тору или жить по торе то я сделаю так что ему будет мешать бедность говорит всевышний каждый еврей должен изучать тору он может быть неимущий может быть бедный он может быть богатый обеспеченный он обязан посвящать торе определенное время если человек прикрывается тем что у него накапливается сейчас финансы говорит так и говорит не стесняясь он говорит ты знаешь у меня очень много бизнеса нет времени абсолютно заняться торой вот здесь в этом моменте всевышний грит стоп есть люди которые сидят и учатся у них может быть нет такого потенциала как у тебя развиваться и даже если в них вложат там я не знаю миллионы они не используют это а ты имеешь такой потенциал и ты вместо этого прикрываешься богатством чтобы не иметь возможности учить тору и пробьет он говорит я сделаю так что ты к сожалению потеряешь вот тогда ты поймешь чтобы эти вещи не происходили пишет соломон человек который любит деньги не насытиться что значит он всегда хочет еще и еще и это нормальная вещь насытиться деньгами очень тяжело но параллельно этому ты должен знать что ты должен развиваться духовно развивать других тот кто любит много денег то есть имеется ввиду он любит материальную сторону денег что деньги имеют две стороны есть материальная есть духовная сторона денег. Если он любит только материальную, он не увидит прибыль. Он увидит прибыль количества, но он не увидит прибыль духовного энергетического света. И эти деньги потеряют ценность. Человек просто как бизнесмен, он не использует их до конца. Поэтому и говорит царь Соломон, любите деньги. Любите много денег, но деньги с двух сторон. И материальную их часть, и духовную. Шалом-шалом.